Наш день начался с того, что мы стали созваниваться для встречи, для нашей пожилой встречи и обсудить самые важные дела в штате. И, конечно, поиграть на балалайках во дворе. Я стоял рыбачил, вызвал такси, приехала крутая деваха на своей киа и увезла меня к парням. А точнее, на штрафстоянку забрать свою машину, чтобы я произвел впечатление на деловых дедов. Они якобы на крутой машине гоняют, и нужно было появиться эффектно. Место встречи обсудили, и это была заправка, там, где бардак сливал бензин с осательными действиями. О, нихрена тачка у тебя. Да вообще. Тебе поесть взять? Не. Что это, блядь, это корыто, ебаный рот? Мне нужно этот, продать рыбу. О, ты теперь как ухлопная труба. Гони, дядя. Нет, какой кошмар. Я, блядь, сажусь только к чётким пацанам в машину. Он садится только к чётким пацанам в машину, а пора бы к девушкам. По пути встретили индивидуалов на старье, которое нравится и нам. Вот что из этого получилось. Здравствуйте, гражданинщики. А где тачки такие купить? Машины где, говорю, купить такие? Посмотри, какие тачки блатные у всех нас. Да на рынке было... Ты водесика не трогай, дружище, еб ты. Он слишком элегантный для твоих губ. Губ для моих? Давай я вот сейчас заберу с твоей до платы. Сядь, сядь, сядь. Да ты выйди, еб ты, чё мне садиться-то, блядь. Вадим, не лази в жопе, а то он боится уже. Ну чё, дальше давай без него решать чё-нибудь. Сядь ты за очку, тому дам тачку. Окей. Я похлопал на самом деле. По твоему лицу, твай. Это продолжалось долго. Один потом прилёг отдохнуть от скуки. Школьник так и катался туда-обратно. Мы кричали друг на друга. Всё бы было не так невелика. Та беда, которая окутала меня. Прямо на века заполонила душу. Это как тебе? Или не для тебя? Этот школьник в деда плюнул. Не зная совсем деда. Теперь дед стал рычином. Блин, выбривая тело. Ух, какой трак ты забубенил, блядь. Спасибо, если вам понравилось. Пока записывал песню, Никифору выпало Ауди с голдкейса. Конечно, три деда решили её обкатать и показать району. Правда, не прожила она долго в моих руках. Как сказал Вадим Ильян, два колеса лучше. Не, ну выглядит норм. Вы готовы увидеть? Вот она. Вот она, нормально, слушай. Погнали, нужно немного затюнить. О, это что, скорость? Да-да-да. Ой, проехали. Не, ну едет она бодро. Грязный Джонни или... Мокрый Вилли. Машина честной судьбы. Пока Ауди была в тюнинге, мы успели потрогать друг друга и решили, что нужно переодеться. Хотели брюки в линеечку, рубашечку-оленечку. Стоп Новый Год ещё долго звучал. Но стали мы байкеры и, махнув венечком, купили одежду, будто в неё кто-то... Ты, ты чё, в детский отдел, что ли, зашёл? Что-то такое вообще. О, смотри, ё-ё. А, погодите, а у меня, по-моему, такая же. Просто, блядь, такие долбоёбы. Я готов, сладкие. Может, и кепочку какую-нибудь? Обратно такой сладкий. Дальше происходило всё очень долго, и я перескажу так. Жилетками мы поверили в себя и решили стать байкерами. Моя новая Ауди улетела на продажу. В Одесс не мог себе купить чоппер, потому что не было прав. Пока они с Бардаком отправились за лицензией, я купил себе свой байк и поехал его тюнинговать, чтобы цеплять взгляды прохожих школьников. Если бы мы знали, что нас ждёт Тулева на главной трассе, мы бы взяли по два мотоцикла на каждого. Ля какие! О, там чё, можно подняться по лестнице? Ни хрена себе. Прикал, да и с ним? Блядь! Не слезал у меня. Это наша база, да? Это наш байкерский клуб, да? Нормальная база здесь у нас. Он на меня облокотился такой. Да, да, да. Какой пульт? Блядь! Специально будет вот это делать. Кто? А чё? Короче. А где... А где Эльдар? Я улетел, но обещал вернуться. А, ты вниз упал, что ли? Да, меня вообще сбили. Он без колёс летит, летит, лякапо, смотри. Так, 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 так. Хорош, хорош, ты умер. Вообще получилось. Я бегу, пацаны. Один, один, всё, они упали. Лежать нахуй! Ты нюхай, тебе бабы, ебаны, блядь. Пуаны на мопедах своих ебучих. Не завозь твой чебурек, еб-то в очко. А кто чешка-то нюхает, ты нюхаешь чешка? Полетели мы после жёсткой сечи до байкерского клуба. Взяли там флаг, а больше нам на ум ничего не пришло, как заехать за оружие. Потому что когда я прибежал к Водесу и Бардаку, они разобрались с теми ребятами. Самое странное, что справились кулаками. Поэтому оружие нам понадобится для следующего раза. Теперь мы вооружены и полетели к бандам. Они обычно слишком жёстко себя ведут. И мы нашли вот такой контент. Чё тут есть, кто дома-то, еб-то? Мясо привезли. Здорово, мужчины, головорезы на месте. Привезли вам соевого мяса. Мы долго ждать не будем. Чё? Бардак, скажи ему пару ласковых. Я говорю, это, у тебя соевое мясо есть? Нет, не буду, покинься. Кого покинем? Кого забыли? Да мы хотим в ряды вступить, мясников. Мясников? Да, вы там хотите. Может, ты выйдешь один на один вот с этим, в маске кучерявой. Давай, кучерявой. Он вообще любого сейчас положит. Вадим, покажи, как ты умеешь. Так чё, он выходит или чё, он убежал-то? Что происходит? А ты чё оружие достал в бородачь и ванной? Ты попроще разговаривать-то, еб-то. Пришлось их простить, так как было слишком много красного цвета, а мы не быки. Таким панчем, кстати, обучали ещё в школе. Наши байки взорвали, оружие отобрали, в душу насрали. И мы решили поехать за новыми приключениями. Хотя приключения находят нас сами. Всё началось с парковки и, кстати, с байкерской деятельностью мы завязали. Копейки? Нихера себе, а эти гитары, шляпу, чё там в придачу даёшь-то? Да это так, да. Завернули, скажем, как скидку. Не, ну ты красава, конечно, на такой тач. Спасибо. Сразу чувствуется стиль, удачного дня тебе. Спасибо большое тебе, тоже. Хоть я не сразу, либо на что-то дулять, сесть на хуни незнакомых. Одновременно сиганён с трамплином. Бу, давайте. Давайте на самый зад тогда. Виталь, давайте ты по центру будешь. Ну, вообще, я может успею этот сделать. Криншот. Чащущая, только я встану так, чтобы у нас одинаково было расстояние друг от друга. Если с байками покончено и хочется семьи, бери мини-уэн и не прогадаешь. Это самое лучшее вложение денег в просторную машину. Вадиму там вообще понравилось. Баками тыкал во что только можно. А как понял, что там целая калитка открывается, так вообще тёпленькая пошла. Нихуя там ебать, дверь задней открывается. Ого, ща ещё я затенингую, блин. Сынок, ну чё там? Да я иду, иду. Мы как семейная пара, блин. Ты даже дверь не закрываешь. А как закрыть? А ты выйди и зайди нормально. Я на ходу выйду, поехали. Блин, у него эта дверь как маршрутки открывается. Да, да, да. Ебать, ты посмотри, у меня чтоб факт показать, он дверь открывается. Да, да, да. Блин, это охренеть. Закрылся от меня обратно. Охренеть. А, ну и что ты, блядь, там? Ну-ка, твой тоже открылся. Блядь, это лучшая машина вообще. Нормально. Нормально вылетел, блядь. Пошёл. О-о-о-о. Голубанный пиздец. Это ты детей в школу везёшь. Да, тут короткий путь. Достаточно таки неплохо. Мне сегодня такой сон приснился, и тут вот это. Блядь. Еда. Б-б. Конечное, выходим. Блядь. Тоже выпрыгнул. Я умер нахер. Минивэн нам дал много эмоций. И это самые настоящие эмоции. Оказались в воде? Ничего страшного. Это начало новой истории. И если ты думаешь, что на этом всё закончилось, спешу тебя расстроить. Это только начало. Понял? И вот я сейчас на машине буду стоять наверху. Можно. О, нихера чел, блядь. Все приехали, блядь. Здравствуйте. Такая ситуация приключилась. Как-то машина у меня вот. Ой, здравствуйте, товарищи офицеры, здравствуйте. У нас тут беда, короче. Один плавать не умеет, и машину нужно вытащить. Не знаем, что делать. А что делать с другом-то с моим? Он плавать не умеет, ё-моё. Стоит, ну. Нет, ты что, не справился? Трясётся весь, смотрите, испугался. Водес! Офицеры говорят, вытащат тебя, не бойся. Хорошо. Давай я тебя подниму на руки. Вы не сможете, здесь глубоко очень. Я сможу подойти к краю автомобиля. Мне так один раз предложили нырнуть, я потом оказался между ног у одной дамочки. Мне не надо больше вот этого. А с машиной-то что делать? Я вытащу машину, сейчас погоню. А, хорошо. Блин, ну вообще пугливый такой. Никифор, ну что там у них происходит? Да в Одессе уже на панике фигню какую-то герозит. За трубу выхлопную свою схватись и сожми покрепче. В прошлый раз помогло. Но надо отойти тогда, что ли? Очень срочный вызов, извиняюсь. В Одессе тащите на берег его, давайте скорее. Смотри, научился ё-да. Так, а что-то машина-то гидроудар не словила. Спасибо, мужчины. Даниэль, ты был прекрасен и твой змей вокруг шеи просто шедеврален. Души его почаще, вспоминая обо мне. Если хочешь, я ботаю своего змея вокруг твоей шеи. Не надо. Погоди, 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 погоди. Нормально, нормально, сейчас доедем. Все будет. Сейчас смотрите, что будет. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Кто владелец этой машины? Я. А почему ваша машина испытательная из номеров? А мы только взяли машину, не успели еще. А можно посмотреть их паспорт мой? Конечно. Так, не вижу, что высунул, возьмите. Так, сейчас возьму документы, возьму документы. Да, мы только взяли, вот, испытываем машину. Спасибо, счастливо вам. Всего хорошего, господа офицеры. Хорошего денечка, отличного вечерочка. Ой, ой, ой. А вы нормально так помогаете мне? Здравствуйте, гражданин. Здравствуйте. Простите, можете снять противогаз? Не слышно вас. Что, дурачок? Ты что, побазарить хочешь? Нет, бы помочь деду. Какие-то проблемы, что ли, а? Слышь, давай, выходи раз на раз. Что, не выйдешь, я сам, брать опасность? Левые короны, правые похороны, ага. Давай, бензобак, что это такое вообще? Ты что, в болинге? Бля, что там началось на наронном месте вообще? Короче, буду толкать пока. У нихрена там эти товарищи полицейские. А где они есть? Городин проявит, представьте, представьте. Представьте, представьте, представьте. В смысле, это, друзья мои, вот, лежат-то. В Одесс! Ёпта! Баждак! Кифер, мне солью в зад дали. Достань, блин, что-нибудь, противоядие какое-нибудь. Первую медицинскую сделать-то. Ой, да, извиняюсь, у меня нормальная была. А чё произошло? Мы машину толкали, напал этот чёрт на своей марке втором, блядь. Позови меня тихо по имени. Спасибо, 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 до свидания, офицер. Ну что, ребят, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился и покажи это лайком. Не забывай про мой промокод, который называется Мурма, он даст тебе бонусы. Вся нужная информация в описании. Продолжение, конечно, следует. Уже скоро покажем тебе новую машину и приключения. А с тобой был Никифор Водочкин. Пока-пока.